Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Напоминаю, что сегодня, традиционный для понедельника, состоится вебинар, в ходе которого мы обсудим ту тему, которая приглянется вам. В нашем телеграм-канале буквально после этого эфира мы проведем голосование, предложим несколько тем на выбор по разным финансовым инструментам. И, соответственно, та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Вебинар состоится в 15.00 по московскому времени. Ну что ж, вкратце, по поводу этой недели нас ожидает много важных макроэкономических отчетов и, пожалуй, самое главное, нас ожидает отчет по инфляции в США. Это важнейший индикатор в оценке будущих действий американского регулятора по изменению ключевой процентной ставки. Делаем вывод отсюда, что эта статистика напрямую повлияет на будущее решение по ставке, на доллар, на доходности американских облигаций, на фондовый рынок США и на все, что имеет отношение к риску. Я предлагаю дать все-таки продавца доллара и индексу доллара последний шанс реабилитироваться, в данном случае дождаться этого релиза. И если логика восторжествует, и действительно мы увидим данные, которые подтвердят сохранение тенденции снижения инфляционного давления, тогда уж точно будет ясно, что американский регулятор получит железобетонное доказательство того, что американская экономика совершенно не нуждается в каком-то дополнительном уходе от Паула в виде повышения ставки даже еще на 25 базисных пунктов. Помимо отчета по инфляции в США ждем очень много статистики из Англии, в частности завтра данные по рынку труда, потом в среду нас ожидает отчет по промышленному производству, по ВВП. Это важная статистика, учитывая то, что на следующей неделе состоится уже заседание Банка Англии, которое мы с вами ждем очень долго и рассчитываем на повышение ставки, в том числе шагом в 50 базисных пунктов. Исходя из этих ожиданий, я давно сохраняю оптимизм касательно британской валюты, ожидаю то, что фонд крайне недооценен с учетом будущих действий от Банка Англии и в любой момент довольно быстро может восстановиться на несколько фигур и вновь оказаться выше отметки 1,2. с целью последующего ухода к планке 1,30. Но здесь нужно добавить, конечно же, фунтубы сейчас очень сильно помогла слабость американского доллара и здесь опять же нужно дождаться именно выхода данных по инфляции в среду. Также на этой неделе в четверг заседание Европейского Центрального Банка. Я предлагаю на евро уделить больше фокуса внимания уже после того, как мы переварим статистику по инфляции в среду и разберемся, потому что делать дальше с индексом доллара, потому что индекс доллара и евро доллар это очень сильно тесно коррелирующие между собой активы. Сейчас, наверное, в одной связке рассматривать их не будем. И не менее важный блок данных под конец недели, не менее важный даже, чем отчет по инфляции в США. Это статистика из Китая, промышленное производство, роничные продажи. Китайские данные мы сейчас используем как вообще индикатор отношения инвесторов к риску. И также для нас китайская статистика это повод либо еще раз убедиться в том, что мы правильно делаем покупать с точки зрения покупок нефти, либо слабо китайские данные, которые периодически обращают рыночное настроение, для нас также являются доводом в пользу того, чтобы не торопиться от того, чтобы наращивать длинные позиции по рынку черного золота, по бренду и WTI. Я предлагаю сейчас пару слов прям уделить нефтянке. 90,50 это по бренду. Сейчас рынок в ожиданиях какого-то крайне значительного дефицита предложения. И это правильные посылы, которые присутствуют на рынке, потому что они взяты не как бы из пустого места. Мы помним анонс от Саудовской Аравии, от России, в целом от стран ОПЕК о том, что они планируют значительно ограничить производство нефти. Отдельные страны до конца этого года. В целом, если говорить о содружестве стран-участников энергетического пакта, то отдельные договоренности касаются даже продления этого сокращения производства до конца 2024 года. Поэтому лучше сейчас, конечно же, закладываться под идею того, что нефти в определенных обстоятельствах и условиях может просто уже не хватать. И если еще Китай начнет активнее подавать признаки восстановления и уж точно убедит всех, что худшие времена уже позади, то тогда Роснефть это прям будет долгосрочной тенденцией. Данные по запасам нефти, которые мы также продолжаем разбирать, анализировать внимательно каждую неделю, потому что это индикатор действий администрации Байдена по продаже стратегических резервов. И судя по тому, что запасы снижаются, мы понимаем, что эти резервы сейчас палятся направо и налево, чтобы как-то ограничить рост цен на внутреннем рынке. Чем интенсивнее будет динамика по снижению запасов, тем активнее покупатели будут получать поддержку. И еще раз напомню, китайские данные, которые выйдут в пятницу, я оптимист, думаю, что статистика не разочарует, особенно делаю большую ставку на промышленное производство. И в случае, если окажусь прав, то нефть может завершить эту неделю выше отметки 92 доллара за баррель. Индекс доллара 104,69. Начинаем неделю с коррекции, но пока еще рано радоваться, потому что это все-таки сейчас также возможно следствие технических факторов, то, что трейдеры фиксируются перед выходом важных отчетов, важной статистики, данных по инфляции, потому что отчет очень важный. И сейчас не хочется совершить ошибку многим. То есть я допускаю, что многие даже предпочтут пересидеть вне рынка, прямо до выхода этих данных и принимать торговые решения, если не в конце этой недели, то уже на следующей. Мы находимся в коротких позициях. Я ранее рекомендовал все-таки рассматривать индекс доллара с точки зрения продаж долгосрочно с минимальным, конечно же, плечом, с контролем риск-менеджмента, чтобы вы понимали основу принятия этих торговых решений, то, чтобы одна сделка как бы или несколько не угрожали потери вашему депозиту. По данным инструментов FedWatch Tool вероятность повышения ставки до конца года 41%. Сейчас особенно эта вероятность не меняется, но после выхода данных по инфляции, я думаю, что показатели уже будут совершенно другие. Пока что ситуация неоднозначная. Ну, на мой взгляд, это неоднозначная, наверное, с точки зрения того, что индекс доллара растет на плохих макроэкономических данных. Единственный отчет, который был, вроде бы, можно отнести к категории неплохих, это индекс ISM в сфере услуг США, который вышел на прошлой неделе. Но помимо него куча отчетов, указывающих на то, что американская экономика может оказаться вот в этом затяжном периоде экономического спада. Данные по инфляции. Прошлый показатель 3,2%. Основной индекс потребительских цен базовой инфляции 4,7%. Я настраиваюсь на то, что мы увидим более низкие значения по инфляции, соответственно, настраиваюсь на то, что индекс доллара перейдет к активному снижению. Аналитики Wells Fargo прогнозируют, что в следующем году ФРС снизит процентную ставку на 225 базисных пунктов. Кстати говоря, они уже давно подсвечивали идею, и явно об этом говорили, что ставка американского регулятора 5,5% уже давно достигла своих пиковых уровней. Собственно, то, о чем говорили мы много раз. Золото 1923 доллара за тройскую унцию. Пока что ситуация тоже неоднозначная, я рекомендую сделки не открывать. Индекс настроений 55 на 45, то есть сейчас 55 в покупках, это не такое уж тотальное большинство. То есть можно сказать, что 50 на 50. Десятилетние трежи сегодня растут 4,3 ровно доходности, это негативные факторы для золота. Но если позитивные факторы для золота, это снижение локальный индекс доллара и рост активности со стороны институциональных инвесторов, которые увеличивают вложения в золото. В частности, по отчету американской комиссии по торговле товарными фьючерсами на прошлой неделе этот лонг вырос со 123 тысяч до 138 тысяч контрактов. Пока у нас не будет больше сигналов в пользу покупки либо продажи, держим руку на пульсе и с активностью не торопимся. По другим инструментам доллар-канадец 1.3617, снижение по доллару-канадцу продолжается, как мы и ожидали. Текущие котировки уже ниже локальных максимумов. Максимумы были в районе отметки 1.37, цели 1.35 ближайшие. Данные по рынку труда хорошие по Канаде, соответственно, помогают канадцам сейчас упрочить позиции. Рынок нефти также на стороне покупателей канадского доллара. Доллар е на 146.42, так и не ушли мы в зону валютных интервенций, выше 148. Сейчас уже ниже почти на 150, даже 160 пунктов. Не нужно торопиться сейчас с открытием новых позиций, потому что мы не знаем, как отреагирует рынок на данные по инфляции в США. Я думаю, что после этого отчета в четверг-пятницу мы к этой валютной паре вернемся. Но если в качестве импульсного движения после выхода данных по инфляции мы увидим все-таки задир пары до отметки 148 и выше, тогда, возможно, будем действовать, потому что это уже 148-150 уровень, диапазон потенциальных валютных интервенций, которые хочется поймать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!